Всем привет мои дорогие! Вы на канале Викин Бранч и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим еще одно блюдо из баклажанов. На моем канале мы много всего вкусного из баклажанов уже готовили. Можете полистать, посмотреть и выбрать для себя что-то очень-очень вкусное, подходящее. Сегодня у нас будет салат с баклажаном. Баклажанчики будут хрустящие. Заправка будет кисло-сладкая, остренькая, пикантная. А приготовить такой салат быстро, легко и просто может каждый. И вы сами сейчас в этом убедитесь. И для приготовления нам понадобятся, конечно же, сами баклажаны. У меня два средних баклажана, здесь 500 граммов. Один средний сладкий перец, один средний помидор, средний репчатый лучок нам нужен, три зубочка чеснока, баклажаны очень любят чеснок, поэтому я всегда добавляю. Получается очень вкусно. Для остроты мы возьмем острый горький перчик, но если не любите, можете не добавлять. Будем добавлять совсем немножко, несколько колечек. Сок половины лимона, небольшой кучок зелени, у меня укроп, петрушка, можно еще добавить сюда кинзу. Две-три столовые ложки крахмала, можно взять кукурузный, можно картофельный, значения не имеет. Двести миллилитров растительного масла без запаха возьмем. Половина чайной ложки соли, столовая ложка сахара, 1-3 чайной ложки смеси перцев и 2 столовые ложки соевого соуса. Вот все, что нам понадобится для этого салата. Давайте же скорее приступать к приготовлению. У баклажанов отрезаем все ненужное, хвостики. Баклажаны я не чищу, мы их должны нарезать довольно-таки крупными кусочками. Разрежем пополам и на вот такие вот дольки. Примерно полтора-два сантиметра ширина здесь. Баклажаны пересыпаем в душ в лак, либо в какую-то удобную вам миску. Я их не солю, не вымачиваю, горечь не убираем, тем более, что они совсем не горькие. Но если где-то будет немножечко огорчить, мне эта горечь даже очень нравится. Баклажаны посыпаем крахмалом. И прям руками хорошенечко вот так вот потрусим их перевернем. Это мы делаем для того, чтобы баклажаны при обжаривании слишком много в себя не убирали масла. В сковородку разогреваем на сильном огне, добавляем немножко растительного масла, примерно 30 мл. Ждем, пока масло прогреется. И высыпаем баклажаны. У меня сковородка небольшая, поэтому я буду обжаривать двумя порциями. Слишком много их не должно быть на сковороде, потому что они хорошо не обжарятся, не будет румяной корочки. И на сильном огне мы постоянно помешивая будем обжаривать, ну, примерно минут 5, пока они не зарумянятся. Посмотрите, как зарумянились наши красавчики-баклажанчики. На них практически нет масла. Я даже не буду их выкладывать на бумажные полотенца. Я думаю, первая партия у нас готова. Сейчас посмотрим. Да, они уже мягенькие, но хорошо держат форму. Отлично. Выкладываем их в салатник. И то же самое мы делаем со второй партии. Обжариваем также на сильном огне, непрерывно помешивая. Баклажаны у меня уже все обжарились. Посмотрите, какая у них хрустящая корочка. И пока они горячие, я выдавлю сюда зубчики чеснока. Пока горячие баклажаны, хорошо чесночок впитается в них. Они возьмут в себя вкус и аромат. И аккуратненько лопаточкой перемешаем. Репчатый лук и сладкий перчик мы нарежем крупными кусками. Примерно на три части. Вот так, пополам и на три части. Перец тоже разрежем пополам. Вычистим все ненужное нам. И тоже пополам разрежем вдоль. На четвертинки, вернее, уже получается у нас. И на крупные кусочки. Опять же, хорошо разогреваем сковородку. Наливаем примерно 40-50 миллилитров растительного масла. И будем обжаривать вместе лук и перчик. На сильном огне тоже будем мешать непрерывно. Минут 5 нам понадобится. Лучок немножечко должен помягчить. Перец тоже должен стать немного мягче. Овощи обжарили до состояния аль-денте. И теперь их высыпаем в салатник прямо в баклажаны. Баклажаны очень пахнут чесночком. Перчик с лучком обжаренный. Это не только очень вкусно пахнет. Это очень красиво выглядит. Посмотрите, какая красота получается. А когда мы приготовим сейчас еще и вкусную заправку, это будет что-то, просто бомба. Для заправки выдавим сок половины лимона. Добавляем соль, сахар, смесь перцев, соевый соус, масло. И перемешаем. Нужно перемешать до растворения сахара и соли. Помидор я тоже нарежу крупным кубиком. Удалим сердцевинку, плодоножку. Прямо на такие дольки разрежем. И на три части каждую. Овощи немножечко уже остыли. Мы можем добавлять помидор. И кусочек острого перца тоже мелко нарежем и добавим в салат. Зелень укропа и петрушки мелко нарежем. И нам осталось довести наш салат до логического завершения. Заправить заправкой. Посыпать рубленной зеленью. И перемешать. Вы посмотрите, какая красота получается. Буйство красок. Очень красочный, очень ароматный. Ну и конечно же, очень вкусный салатик получился. Можно дать салату постоять, настояться хотя бы 20 минут, чтобы овощи пропитались очень вкусной заправкой. Ну, а можно и сразу насыпать, если уж, как и мне, не в кирпеж. И, конечно же, попробуем. Да тут и говорить не о чем, друзья. Очень вкусно. Овощи. Они немножечко хрустящие. Я их не доводила до готовности. Пропитались чесночком, вкусной заправкой. Это настолько все хорошо сочетается, вы себе просто не представляете. Обязательно в сезон баклажанов приготовьте такой салат. Порадуйте себя, своих родных и близких. Поделитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую. И прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok